Просто мне не было ни с кем так хорошо. Я помню, я боялась, что я не смогу заработать денег. Ты мне испортила жизнь, но ты спасла ее. Мы не просто так, наверное, притягиваем к себе таких мужчин. Я не сплю с теми, с кем дружу. Это была единственная ситуация в моей жизни, когда я вдруг поняла, что все уходит. Всем привет! С вами шоу «Честный развод». И это не просто шоу про разводы. Мы уже давно ушли от этой концепции. Если вы не поняли, то это «Развод на честный разговор». Я Агата Муцнец, и рядом со мной прекрасная женщина и актриса Елена Ксенофонтова. Здравствуйте. Спасибо вам, во-первых, что вы согласились к нам прийти. Спасибо, что пригласили. Для нас большая честь. Я вас смотрела еще в сериале «Кухня». Я вас увидела, вы мне сразу очень понравились. Спасибо вам за ваше творчество. Спасибо, спасибо. Собственно, наша передача называется «Честный развод». Ну, мы не только про разводы, но в целом мы с этого обычно начинаем. Как я знаю, у вас за плечами три брака, да? Ну, что мы называем браками? Если печать, то чуть меньше, но тем не менее. Ну, гражданский брак. Гражданский брак. Ну, кто-то считает, что такого вообще понятия не существует. Я все-таки склонна думать, что это был брак. Да. Вот три раза вы, значит, вступали в серьезный... Ходила непонятно, куда и зачем. Так считаете, да? И каждый раз, я говорю, зачем? Каждый раз, когда я вижу проезжающий автомобиль с куклой на капоте, я думаю, с вами... Повернитесь назад! Да нет, конечно, ходите, ходите туда, ходите. Нет, это все очень красиво, но это... Чем больше живу, тем больше понимаю, насколько это ответственный шаг. Ответственный? Да, абсолютно. Что это, в общем-то, надо... Это такое серьезное самопожертвование. И надо понимать, ты готов к этому подвигу? Почему самопожертвование? Типа, женщина начинает самопожертвование, вступая в брак? Я почему? Я не считаю, что это только женщины. Это вообще все взаимно. Абсолютно. Потому что, что касается женщин. Мужчины, как правило, не всегда, если он не ищет себе обслуживающий персонал, они, конечно, реагируют на птиц с ярким оперением. Ну, допустим, берем такую ситуацию. Вот она такая свободная, вот она такая независимая, вот она такая ни на кого не похожая, и она... Всем нравится. Да, всем нравится. И вот она моя. Дальше. Готов ли ты в условиях ежедневного... Когда тут как в фильме мелькать, она будет вот такая вся. Вот так вот мелькать, мелькать каждый день. Да-да, вся яркая. Готов ты вот существовать 24 часа в сутки с таким человеком. Встречаться два раза в неделю. Раз в неделю это одна ситуация. А жить. Принимать ее мнение. Понимать, что она, может быть, с тобой не согласна в чем-то. Что у нее вообще может быть другой уклад. Что у нее вообще... У вас может не быть в чем-то точек пересечения. Система координат разная. Понятие хорошо-плохо, надо-не надо. Допустимо-недопустимо. Да, у вас могут быть совершенно разные границы. В момент полюбленности и в момент какого-то такого конфетного периода мы вообще об этом не думаем. И дальше, когда вот возникает мысль, что я вот без нее жить не могу. Вот насколько ты без нее жить-то не можешь? Или ты без него? Просто мы не в состоянии почему-то. И даже в нашем, в моем возрасте, тоже не очень в состоянии. Но тем не менее, уже хотя бы начинаем задумываться об этом. Сосуществовать с таким человеком всегда. Постоянно. Не как себе такое, знаете, на сегодня хочу этого десерта. А всегда, 24 часа в сутки, вот она такая. Не гасить, не убивать в ней эту прекрасную женщину, за которую ты зацепился, да? Зацепился твой взгляд, да? А именно вот помогать ей еще больше в этом расцветать. Это труд. Это невероятный труд. Потому что очень много в себе нужно будет подавить. Очень многое переосмыслить, пересмотреть, принять, тренировать. Терпимость, это самое главное. Многим дано? Не уверена. Мне кажется, вообще единицы. Не уверена. И каждый раз, когда я вижу людей, которые прожили в браке много лет, а еще если они держатся за руки и идут по какой-нибудь Европейской площади, как правило, это я вижу только там пока. Да, дедушка с бабушкой такие милые. Мне прям хочется подойти и поцеловать им руки, потому что сказать, это же как вы. А может, они только поженились? Как вы? Ну, тем более, как? Как, как? Да ты же только, мы можем только так вот процентов на 10 нафантазировать, сколько вам пришлось преодолеть. И когда мне, например, мне очень нравится разговаривать с такими парами. И где-нибудь там встречаешь, начинаешь с ними беседовать, и они начинают вспоминать, и говорят, ой, столько было. И потом понимаешь, что все было, и измены были, и расставания были на какое-то долгое время, и что-то еще, а потом снова. А за то время, пока они расставались, они успели других детей нарожать и снова сошлись. Я знаю такие истории, и при этом они вместе, я думаю, боже мой, ну вот для меня... Типа они походили-походили и поняли, что... Да, да, я знаю, я такие примеры знаю. Я знаю даже среди своих знакомых, когда люди расстались, он создал свою семью, там родился ребенок, потом они расстали, он вернулся к своей жене, и теперь это жена этого ребенка, который по дороге... Нагулял, принес домой. Да, да, а до этого у них была дочь, которая взрослая, которая приприняла это все, и вот они же как-то так сосуществуют. А куда делать все? Нет, она тоже есть и мама, но как бы вот так она, две семьи, и все прекрасно, как данность. Я не знаю там, я вообще боюсь называть это все там любовь, нелюбовь, я не знаю, но это что-то очень великое. Проводить время дома я люблю, но в последнее время мне это наскучило. Сами понимаете, почему. Мне кажется, я изучила все возможные онлайн-сервисы, где можно позаниматься спортом, почитать книги, посмотреть кино. И, кстати, последний из моих любимых – это онлайн-кинотеатр «ОККО». Потому что, во-первых, это огромная медиатека, где можно выбрать фильм на любой вкус. Вот, кстати, из последних, что я посмотрела. Попробуйте угадать по описанию. Убит богатый банкир, полиция застает его сына рядом с телом. Доказательства кажутся неопровержимыми, и подросток оказывается под следствием. За дело берется адвокат Ричард Рэмси. Желая докопаться до истины, он сам оказывается в смертельной опасности. Защитник, правильно. Очень классный фильм, я его посмотрела на одном дыхании. А знаете, что еще круто? Что до 99% стоимости фильма или подписки можно оплатить бонусами программы «Сберспасибо». Это программа лояльности, но я думаю, что вы уже должны знать, что это за бонусы такие. А если нет, то вы очень много выпускаете. Когда вы расплачиваетесь с картой Сбера, вам за покупки начисляются бонусы. И потом ими можно расплачиваться у партнеров программы. А таких партнеров десятки. Это и магазины, и аптеки, и онлайн-сервисы, как ОККО. А чтобы вы смогли оценить всю прелесть этого сервиса, используйте мой личный промокод. С ним вы получите 35 дней подписки «Оптимум» за 1 рубль с продлением на 3 месяца по цене одного, если успеете активировать промокод до 20 декабря. А ссылку на приложение и всю информацию про акцию вы найдете в описании. Конечно, в идеале я всегда мечтала, что у меня будет большая семья, что человек, с которым я эту семью создам, мы будем жить много лет. Не знаю, как насчет умрем ли. В один день. За ручку. В один день. Кто знает, кому сколько отпущено. Но тем не менее, да, и вот внуки, и дети, и мы такие какие-то уже все поняли, успокоенные, влюбленные все еще. Да, очень мечтала. И кто знает. А до сих пор мечтаете? Ну вот сейчас уже оглядываясь. Ну сказать, что вот я так уж погрязла в этих романтических мечтах, я бы этого не сказала. Но, конечно, я... Да, я продолжаю мечтать. Может быть, мои мысли несколько трансформировались. У меня появились некоторые сомнения. То есть я это вижу, может быть, немножечко по-другому. Потому что у меня в доме живет две с половиной личности. Почему две с половиной? Ну потому что это мой сын. Моя дочь еще живет. Они тоже имеют право голоса в той или иной степени. И когда я думаю только о себе, то, конечно, границы моих мечт, они довольно обширны. И когда я понимаю, что тут вот еще рядом со мной есть человеки, то тут, конечно, многое трансформируется и многое приобретает совсем иные очертания. Много страхов появляется и так далее. Наверное, сегодня я мечтаю об отношениях, которые бы не мешали жить в той семье, которая уже есть у мамы и дети. Я не буду спешить вводить этого человека в дом. Я вообще не знаю, смогу ли я решиться на это когда-нибудь. Теперь сможете ли вы жить с кем-то, да? Вот тут вопрос не опыта, не опыта каких-то там разводов, расставаний, страстей, а опыта самоощущения. Я вообще отшельница. Я отшельница, я одиночка. Я могу не выходить из дома годами, если все наладить. Меня очень редко где-то можно увидеть. А если вы меня, допустим, видите на каком-то мероприятии, и вам очень хочется со мной пообщаться, ловите первые 15 минут, это знают все мои друзья. А вы уйдете? Я уйду. Первые 15 минут. Меня хватает на здрасте, здрасте. Леночка, надо сфотографироваться. Окей. Я фотографируюсь. Дальше пойдем хотя бы за стол сядем. Ну, хорошо. Первый момент, когда гаснет свет, когда он включается, меня уже в столом не будет. Мне скучно, грустно, одиноко. Мне хочется домой. То есть вы просто любите свой дом? Я обожаю свой дом. Я обожаю все, что весь этот бардак, который в нем существует периодически. Я все там люблю. И когда я, наконец, моя мечта осуществится, я доделаю свою половину. Ремонт? Да. То мне кажется, что вообще все. И я буду только открывать дверь, руку просовывать. Закрывать. И мои дети будут записываться ко мне на прием. Привет. Мама. Я прям мечтаю об этом. 12.00. Да, да, да. Но что касается отношений личных, мне, конечно, хочется, чтобы у этого было какое-то иное пространство. Не у вас дома, да? Нет. Нет. И это должно быть праздником. Я не подтяну рутину. То есть как... Я не подтяну совместный быт, опять бороться за то, что носки не должны стоять у кровати. Стоять именно. И сто лет, и они уже спаятся. Да, да. Или я, например... Мне кажется, я сейчас, конечно, как-то, может быть, кому-то покажется, что я рассуждаю как феминистка. Не знаю. Может быть, большая любовь пересмотрит мои взгляды сегодняшние. Но мне почему-то хочется, чтобы это было так. Свидание, да? Чтобы я, да, я летела на эти свидания. Привет. Как я рада тебя видеть. Как я рада тебя видеть. Прекрасно. И пока я еще красивая, не опухшая, не размазанная, говорю, пока. Спасибо. Это было прекрасно. Давай увидимся. Через неделю. А давай созвонимся. Я позвоню. А лучше созвонимся. Мне кажется, вот на сегодняшний день я, наверное, готова в большей степени к таким отношениям, нежели к другим. Не собираюсь давать этому оценку. А замуж пойдете еще раз? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Есть шанс. Я и раньше решалась на это сложно. Да? Да. И чаще не решалась. Вот, во всяком случае, как раз-таки вот оформлять отношения, это всегда... Вот мы с нашими гостями пришли к такому... Ну, вот мы рассуждаем на тему того, что вот сейчас очень много действительно разводов. Ну, правда. Их прямо вот особенно этот год подкосил... Ну, конечно, пандемия, все проверили себе друг друга. Ну, я не знаю пандемии. Ну, вот я точно знаю, что я бы даже, если бы не пандемия, я бы все равно развелась с этим человеком. Все к этому шло и так, как бы, без пандемии. И вот, соответственно, создается ощущение, что в этом институте брака есть какая-то ошибка. Вот вы не думаете, что там есть какая-то ошибка и что-то здесь не так? То есть это не работает? Не работает что? Брак. Он не работает. Он никто не живет вместе, да, вот как вы сказали, до смерти, знаете, там, за ручку и так далее. То есть все браки распадаются. Вы знаете, мы просто какой-то... Может быть, не всегда и не везде. Я не считаю, что это такая какая-то вот... Какой-то сбой системы. Нет-нет-нет, я не думаю так. Может, что-то не так придумали люди? Все хорошо придумали. Да? Все правильно придумали. В этом я абсолютно убеждаю. Вот мы просто так живем. Ритм поменялся. Мы хотим здесь и сейчас быстро. Мы хотим результата. Мгновенно. По щелчку. Я, например, человек воцеркуленный, да, с некоторых пор. И очень сложно идущий к этому. Такой у меня непростой путь. Но я могу сказать, что... Это такая проверка тебя. Брак? Брак. Да, тебя лично. Направо даже иметь детей. Иметь свое мнение. Направо даже просто им делиться. Потому что, конечно, мне что-то не нравится, я это выбрасываю. Если не получилось, я от этого отмахиваюсь. Открещиваюсь и говорю, что со мной этого никогда не было и не будет. Это проще всего. Но мне кажется, что... Я расскажу одну историю. Давайте. У меня были отношения много лет назад, которые, ну, как мне показалось, что вообще это не имело отношения к каким-то, может быть, поначалу к каким-то чувствам. Это была просто такая страсть. Мы встретились на площадке, и это было взаимно, мгновенно, вот так вот просто. Это было так по-хулигански. Нам казалось, что вообще об этом никто не знает. Мы скрываем. Потом стало понятно, что, конечно, очень странно было бы, если бы никто не знал. И в какой-то момент... Но мы все время держались так, что это потому, что просто вот возникло. По-моему, как хорошо, что мы свободны, да? Потому что у меня какая-то своя жизнь была. У меня уже был сын, я была одна, но тем не менее у него своя. А у меня, на самом деле, всегда было табу. Я не могу встречаться с людьми несвободными. А, он был несвободен? Он был несвободен ни браком, но у него были какие-то отношения. Да, и меня это очень сразу тяготило, но так как мы... Это была абсолютная история такой страсти. Вот, вот, и все. И тут мозг отключился мгновенно. И потом тоже мы все время говорили, да, пока-пока, все, забыли. Потом возникала ситуация, и мы снова об этом вспоминали. И в какой-то момент я начала чувствовать, я начала чувствовать в нем это, что нам хочется большего. И как-то это очень стремительно развивается. Сейчас я скажу о себе. Я испугалась. Я испугалась, потому что он сам по себе был очень сложный, сложно сочиненный человек, с какими-то привычками, с которыми я не могла бы мириться в быту. Я понимала, что если сейчас у меня загорается зеленый свет, я создаюсь, то дальше я должна поставить условие что-либо мы вместе. Все, дальше я не могу, потому что дальше это уже пропасть. И я подписываюсь на то, что это будет брак, это будет надолго. Потому что я понимаю, что я человека без секунды люблю. И вдруг, я этому уделила несколько дней, надо сказать, я думала, я все время ходила, я 24 часа в сутки думала, мне даже казалось, что я засыпаю, я об этом думаю. И я испугалась. Но может быть, если бы он... Я же видела, что у него те же мысли, и тот же испуг в глазах. И у нас практически не было разговора. Он так начался, и я его остановила и сказала, я отпускаю нас обоих. Потому что я видела этот страх в его глазах, потому что он понимал, он тоже понимал, что связав жизнь со мной, ему нужно будет трудиться, ему нужно будет очень много пересмотреть, и он вряд ли готов к такой ответственности. Я подумала, что это так красиво, то, что между нами. Это так честно, это так тонко, это так непредсказуемо. Пусть так это останется в нас. Мы отпустили друг друга, мы жили друг без друга все остальное время. Каждый строил свою личную жизнь. Потом мы встречались еще, работали какое-то время. Никогда не заговаривали о том, что было. Что было между нами. Да, и мы до сих пор, я пребываю в ощущении, что об этом знали только мы. Хотя догадываюсь, что кто-то, ну, по крайней мере, со мной никогда никто об этом не заговаривал. Мы честно друг о друге переживали. Он привозил свою девушку знакомиться. И я честно как бы... Куда привозил? Ну, ко мне в гости. Мы как бы, наши отношения переросли в дружеские. Я радовалась, когда мне казалось, что он счастлив. При этом у нас сохранялась удивительная связь, когда однажды я приехала со съемок. А мы уже не общались, может, несколько месяцев. То есть отношения переросли в такие, что мы могли совместиться раз в год. Или там вдруг ночью звонок. Поговори со мной. Ну, мы говорили о чем-то. Никогда не возвращаясь к тому, что когда-то как бы то ли было, то ли не было. И однажды я приехала со съемок. Это было рано утром. Я была уставшая, потому что смена была какая-то вообще бесконечная. И я так в одежде села в кресло, и, видимо, задремала. Я не могу. Ну, было я такой беси, когда даже раздеться. Просто не понял, как провалить. Не было сил даже расстегнуть плащ. И я закрыла глаза и увидела какую-то странную картинку. Ну, я как бы человек в этом смысле не без способности, но не такого плана. Что я вижу, что кто-то тонет. Ну, я вижу воду, я вижу какие-то трубки. Я понимаю, что человек задыхается. Что, ну, какая-то очень странность такая, что вот воздуха не хватает. И я никак не могу понять, что это, кто это. И потом я разглядываю, и я вижу этого человека в воде. Я просыпаюсь, думаю, господи, какой же бред, мне приснится, бессилие. И все, начинаю заниматься своими делами. Проходит полчаса, час. Меня это не отпускает. Будь ты не ладен, набирая ему телефон, говорю, привет, ты где? Я не могу разговаривать, мы сейчас в океане, мы плывем, мы сейчас будем плавать с аквалангами, там что-то такое. Я говорю, ты где? Ну, там где-то в какой-то другой стране, что-то это. Я говорю, так, стоп. А как сказать человеку, да, мне приснился... Ты утонешь. Мне приснился сон. Ну, а так как он знает о некоторых моих способностях, и была уже до этого однажды когда-то ситуация, а он очень был суеверен в этом смысле, и его тогда это очень сильно впечатлило, и я ему говорю, значит так, что-то не так. Я не могу это объяснить, но ты можешь не плыть? Он начал ругаться матом, ты издеваешься, да я к этому шел, я ради этого сюда приехал, да я мечтал домой. Я говорю, хорошо, ты можешь проверить оборудование? Все, уже проверили, здесь профессионалы, я столько денег отдал, чтобы мы сейчас вот здесь, вот мы в нейтральных водах, вот мы сейчас будем... Я говорю, ну... Я выругалась очень грязно, я сказала, ну и пошел. Ты бросила трубку. Весь день был очень тревожный. На следующий день он звонит мне абсолютно пьяный и говорит, ты испортила мне все. Вот все сломал, но ты спасла мне жизнь. Я говорю, что такое? Мы уже одевались, мы уже все, и вдруг у меня вот сидишь, ты же гадина такая вот так разговариваешь, что все это безапелляционное. Я говорю, слушай, давайте вот еще проверим. Говорит, дадим, ну там уже все проверили. Говорит, нет, давай вот еще проверим. И выяснилось, что действительно там были проблемы и очень серьезного характера. Серьезный? Что какой-то клапан, оказывается, был не это. И все, они ему говорят, давайте заменим. Ну сейчас заменим. Он, наверное, уже все-все, да? И он сказал, так, стоп, все, снимаем. И он не поплыл. Он напился, звонил мне, мне сказал, кто я и что я. Ну вот ты мне испортила жизнь, но ты спасла ее. Да. Я сейчас... Эта связь как бы потом сохранилась какое-то время назад, этого человека не стало. Последние несколько лет мы не общались практически, очень редко он мог позвонить, я могла позвонить. И разговоры всегда носили такой характер, очень необязательный. И никогда не было ощущения, что это какая-то моя там любовь, или что-то такое, что... Ну что у меня отобрано, да? Или там вот я... Вот если бы, то как бы и так далее. Вот клянусь, этого не было. Но когда его не стало, то вдруг у меня произошло какое-то невероятное переосмысление. И вот этот тетрис, он как будто как раз и сошелся. И вдруг я понимаю, что там кто-то сверху, эта встреча была не случайна. И нам сказали, вот вам шанс. Ребятки, будут ли вы вот такие вы все независимые, такие я была, я помню себя тогда, что у меня же... Только мое мнение существует, я такая, у меня столько поклонников, у меня все хорошо, я на такой волне. И я сейчас ради него буду вот так вот трудиться, и я вот так вот буду сейчас им заниматься, чтобы его вот... Нет! Потому что мы действительно два были, просто две атомные станции абсолютно на тот момент. И вдруг я поняла, что я... Что вот это был человек в моей жизни. Это может показаться странно, глупо. И неизвестно, какую жизнь бы мы прожили, если бы мы тогда не испугались. Может быть, мы бы убивали друг друга, расходились, может быть, еще что-то было. Но я вдруг поняла, что нигде, никогда, ни с кем, ни в короткой связи, ни в длинной связи, не собираюсь утверждать, что я так целомудрена. У меня... Я не испытывала того, что я испытывала с ним, больно. У меня не возникало этих мыслей, что я сейчас... Ну, вообще, а могу ли... Я вдруг осознала как раз институт брак. Что такое брак? Что это тот человек, ради которого я могу потрудиться. Ради которого нужно вот так потрудиться, чтобы сохранить. Я жалею. Вы жалеете сейчас о том, что вы тогда не вступили с ним в брак? Я понимаю, что не сделав тогда поступка, а я понимаю сейчас, что тогда мне требовалось очень мало усилий. Ну, просто взять его за руку, сказать, не бойся. Пойдем вместе, да. То есть я боюсь... Я боюсь так же, как ты. Ну, может, чуть меньше, потому что женщина чуть посильнее. Я ни фига не знаю, как будет. Я убью тебя при первом твоем нет или твоем срыве. Ну, там... Ну, давай попробуем. Он ждал этого. Я этого не сделала. Каждый прожил свою жизнь так, как прожил. Я буду жить и собираюсь жить вечно. Долго. Долго. И я не собираюсь себя там, обрекать на то, что вот я теперь буду хранить какую-то верность там или что-то еще. Но я хочу сказать, что однажды мне спустили то самое чувство. Я его испытала. Такое... Любовь? Да. И вы всю жизнь любили этого человека? Выясняется, что да. Сейчас нельзя плакать. Можно? Нет. У нас есть салфетки. Я просто... Это глупо. Я сейчас к чему? Что на самом деле институт брака нету там никаких изъянов. Просто мы... мы легкомысленные, слабенькие существа. Люди. Мы идем... Дайте салфетку. Обещала себе быть красивой. Вы красивая. Что-то чертовски. Чертовски. Я вам скажу. Да, благодарю. А мы... Мы настолько находимся в плену собственных слабостей. Таких. И мы недальновидны. Я всю жизнь... Я называю это слово кусочничала. Я все время говорила, давайте от этого пирога чуть-чуть. Я на диете. У меня могли быть долгие романы. Я могла рожать детей. Но, как правило, я все время сохраняла... Пыталась сохранять трезвую голову. Контролировать ситуацию. Это была единственная ситуация в моей жизни, когда я вдруг поняла, что все уходит. Контроль уходит. Ибо нет. Единственное, что от меня требовалось, это просто... Ну, когда ты на обрыва стоишь, или как в Титанике, вот так встать и сказать, я тебе верю. Я испугалась. Я не хочу сказать, что я за это сильно поплатилась. У меня прекрасные дети. Мне нравится моя жизнь, несмотря ни на что. Более того, мне нравится... Мне нравлюсь я. Это важно. Я очень кайфовый человек. Это я точно знаю. При всем там багаже и какой-то житейской мудрости я не превратилась в занудую старушку. Я попиливаю, конечно, своих детей и третирую животных. Но, в принципе, я... Мне, конечно, не 18 лет, но лет 25 точно в душе. И я абсолютно способна терять голову. Но... Но это уже другой уровень. Другой уровень сознания себя. Я сейчас иногда прихожу вот в храм. Я вижу людей. Я вижу какие-то пары, которые мне... Я бываю у них в домах. Вот они могут ругаться. Они могут, говорят, два месяца не разговаривая. Но я вижу, как он на нее смотрит. Я вижу, как... Он еще вздохнула, она и мужу там что-то дала. Я думаю, как бы из этих мелочей, из этой мозаики складывается какая-то очень интересная картина, которая не называется счастьем, неправда. А это что-то другое. Потому что я вообще... Я вообще... Я считаю, что когда люди ставят во главу угла, ну, так, вершиной своего бытия поиск счастья, это самая большая глупость. Потому что кто сказал, что нам важно быть счастливыми? Лобковский. Привет ему. Это фигня все это. Это не значит, что мы все должны быть большими страдальцами, но я не собираюсь отрицать каких-то вещей, которые меня... Являются моим двигателем. Моим двигателем в равной степени являются как счастливые моменты, так и, мягко говоря, не очень. И я не собираюсь от них отказываться. Более того, вся эта история, которую я как бы поведала, она меня очень сильно через мясорубку прокрутила, и я вдруг поняла, что я не дам слово, что теперь я буду счастливой, и я не пропущу. Неизвестно. Вообще никаких слов давать не буду. Но я попытаюсь быть самой собой. Потому что в тот момент, когда я испугалась, я руководствовалась клише. Я руководствовалась каким-то опытом своей мамы, наверное, каким-то общественным мнением, что вот это же тяжело с таким человеком. Ну, единственное, что я тогда осознавала, что с этим человеком нельзя существовать в полтонах. С ним надо вот так вот... По максимуму. По максимуму. То есть надо снять кожу, значит, надо снять кожу. Если убрать в сторону крылья и ползать рядом с ним, когда он в таком состоянии, значит, надо ползать. Ну, то есть я четко осознала степень затратности. И я этого испугалась. Не кажется ли вам, не думали ли вы об этом, что именно благодаря тому, что вы так и не поженились, получается, что все равно этот человек всю жизнь был рядом с вами же. Получается, что вы все равно были вместе, вы были друг у друга, вы созванивались друг к другу, то есть вы были друзья. Ну, мы перевели отношения в другое качество. То есть у меня никогда не было, что та наша ситуация или те наши отношения, они никогда не гремели этими консервными банками за свадебной машиной. Нет, нет, нет. Я как-то это отмела, ну, как мне казалось. Так вот, может, именно поэтому вы всю жизнь и общались, а если бы вы поженились, то, может быть, получилось бы так, что вы бы развелись, разругались и разошлись в разные стороны, и даже таких не было бы. Все, все возможно, но почему-то мне кажется, что было бы по-другому. Ну, скажем так, что были какие-то точки пересечения, которые я не буду озвучивать, которые, с которыми мне не было никогда ни с кем. И вот сейчас, находясь в том возрасте, в том состоянии, с тем багажом знаний и опыта, я понимаю, что, ну, вот мы совпадали в главном. Вот много было раздражителей. А что главное? Ну, вот та самая, знаете, вот эта вот система координат, что допустимо, недопустимо, вот эти границы, что я могу быть каким угодно, там, шальной и все такое, но я никогда не допущу. Вот за эту черту я не зайду. У нас было общее понимание добра и зла. Оказывается, у всех оно абсолютно разное. Да? Да, абсолютно. Ну, у меня даже в семье, вот дети мои, я понимаю, что мы абсолютно... Нельзя сказать, вот это плохо. Для одного одно плохо, для другого... А уж хорошо-то вообще у всех разное. Когда человек говорит, я хочу сделать, я хотел сделать тебе хорошо, я все время говорю, ты спросил меня, что для меня хорошо, потому что у нас совершенно разное хорошо. Так вот это все вроде бы так размытое глобально, но тем не менее у нас очень сильно совпадало. У нас мог не совпадать образ жизни, да, желание там тусоваться или не тусоваться. Но мы поняли, что вы не тусовались. Или еще что-то. Но вот какие-то такие важные, как оказалось, очень важные и определяющие критерии, они у нас очень сильно совпадали. Ну и просто мне не было ни с кем так хорошо. Ну, не знаю, с другой стороны, здорово же, что это было. Все, это фантастика. Более того, это есть. Ну да. У меня нет такого, у меня нет ощущения, что это там было. Это есть. Мне кажется, самые несчастные люди это те, которые вообще никогда не потрогали любовь и не поняли, что такое. Даже если она закончилась не так, как мы ожидали, то это, мне кажется, это того стоит. Ну, это несчастные люди. Для меня вообще это как бы такой диагноз, потому что ведь для того, чтобы любить, хотеть любить, не обязательно встретить кого-то, ведь эту же любовь можно распространить вообще на ребенка или на какое-то... Это такое чувство, оно вообще может не иметь адресата конкретного. Если это в тебе есть, если ты этого не боишься, потому что это очень опасное чувство, оно же действительно, ты теряешь контроль. Он так много дает, оно... Это же обмен энергии, и эта энергия тебя может... Энергия любви убить не может. Вот я в этом абсолютно убеждена, когда говорят, что вот они так любили, что они так сгорели. Нет, они не от этого сгорели. Они могли сгореть от недоговоренности, от того, что не умели как раз выразить какие-то вещи. Моя, например, всегда была проблема, вот если говорить об институте Прака, это в том, что я много молчу, у меня это копится, 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 потом, когда это прорывается, я абсолютно перестаю себя контролировать. Дальше, когда я уже очнулась, выжженное поле. И диалога быть не может. А что, уже все, уже сгорело все вокруг. Это неправильно, это страшно, потому что я абсолютно убеждена, и я вот, например, сейчас строю отношения со своими детьми, что надо разговаривать обо всем. А вы разговаривали с детьми о разводе? Что они у вас спрашивали или не спрашивали? Ой, ну это было очень сложно, потому что там была не совсем, там была патологическая ситуация, и я совершила очень много ошибок по пути, да, потому что эта история уже четыре с лишним года, да, она продолжается, к сожалению, это бесконечно, и я так устала от этого, и устали все. Может, этот мужчина просто вас любит, поэтому он вас достает? Странная любовь, знаете, он в жизни достает. У меня все время, единственное, чего не произошло за эти четыре с половиной года, это разговоры. Может поговорить, так не хочет, и я уже не хочу. Я пыталась разговаривать, я же помню, когда я говорила, скажи, что не так, что я делаю не так, я готова извиниться, я готова, ну просто давай поймем, потому что так же не может быть, это же какой-то просто вообще нонсенс, то, что происходит, ну это бесчеловечно, ладно, по отношению там ко мне, ну и к себе, и к ребенку, который нас объединяет. Нет, диалога не было, его уже не случится, ну не знаю, что там должно произойти, небо развернуться, чтобы у него переосознание произошло. Наверное. Я вообще не хочу говорить о нем, слишком много чести. Я, что касается детей, конечно, у меня было много страхов. У меня детство было определенное, я видела эти скандалы, я видела, у меня тоже была непростая ситуация. И я помню свои переживания, мне так хотелось детей оградить. И я поначалу все делала для того, чтобы их оградить. Я все время придумывала какие-то, что вот нет, нет, вот не так, не все, все эти скандалы, я все время, вот они засыпали, только потом, я говорила, пожалуйста, дождись, пусть дети уснут, пусть, пожалуйста, я прошу тебя, только не сейчас, только нет. То есть я все для этого сделала. Потом я попала в этот капкан, потому что когда я потом приняла решение, что все, а его невозможно было принять так, что давай разойдемся, мне говорили, нет, ничего этого не будет, мы просто сбежали. И два месяца мы просто скрывались. Офигеть. Да, тайно все это было. Нет, вот тогда мне нужно было как-то объяснить. И вот тут я получила по лицу своими ошибками, потому что моя, например, дочь сказала, как же, мама, все же было хорошо. То есть она не поняла, почему, да. То есть почему, как, что вдруг-то плохо, сказала мне моя маленькая дочь. И так, в общем, с теми же, почти с теми же вопросами, за исключением, был и мой сын. И дальше, например, была другая ситуация, что вот это все, этот весь кошмар продолжается. Потом через год его нужно было вынести уже, потому что у меня уже не было выбора. Это обсуждается, люди, вопросы, взгляды, одноклассники. Все, этого не избежать. Как дальше себя, там, например, сын предлагает помощь, а я из желания его оградить, и вот все это. Говорю, нет, нет, не надо, он закрывается. Я сейчас разгребаю такой целый ворох каких-то проблем, возникших только потому, что я решила, что вот я сама. Я сама этот путь. Я помню, как мы разговаривали с психологом. Он говорит, вот как профессиональный психолог, с одной стороны, мне надо вам сказать, конечно, вы правильно, что вы их ограждаете, но если вы не хотите потерять своих детей, посадите их и расскажите им все. И я так-то поговорила, потом поговорила со своей дочерью, сказала, как есть. А сколько ей лет сейчас? Ей 9. Она уже взрослая. Ну, тогда-то ей было 5. 5. Как моя. Мои 4. Но она как раз легче эту ситуацию переживала, чем, например, мой сын, которому вот скоро будет 18. Вот он как раз получил по полной. Было все. Мы, конечно, без психологов не обошлись и до сих пор, по сути. Но и он определенный человек, поэтому ему было, конечно, очень сложно. Ему было сложно именно принять то, что вы теперь не вместе? Нет, это как раз ему было легче всего. Ему было сложно принять ту атаку на меня, ту внимания, мои страдания, потому что пуповина не разорвана. И у мальчиков, и у матерей она сильнее нам. Ну, конечно. Конечно. Чем с дочкой? Конечно, в разы. Да? В разы. С дочкой все... У меня сын Тимоха, он тоже такой трогательный. И у меня Тимоха. Они все Тимохи трогательные, да. Нет, пуповина долго не разрывается. Очень долго. Все преобразовывается. Как правильно тогда с Тимофеями себя вести? Потому что я тоже понимаю, что я наворотила много ошибок с Тимофеем именно. И именно в разводе тоже... Он должен абсолютно... Моя главная ошибка, я помню, я прям помню этот момент, когда я что-то там рыдала, я рассказывала уже об этом, я рыдала, в спальне закрылась, и вдруг зашел, он говорит, ты так ко мне, мамочка-мамочка, что-то случилось? Я говорю, нет-нет-нет, что ты, нет-нет, все хорошо, все хорошо, сыночек, все хорошо, все хорошо, сказала я, абсолютно убеждена, что я делаю правильно, потому что зачем ему вот это все, Нагружать его, сын, у тебя проблемы. А потом, спустя какое-то время, когда он был психологом, он это не единожды обсуждал, с психологом говорил, мама во мне не нуждается. А, нет, я не могу маме помочь, она не нуждается во мне. Она не хочет мне рассказать, да. Я вот к ней пришел, хотел предложить ей помощь, она сказала нет. Как нет? Как? Я же совсем другое имела в виду. Как они по-другому воспринимают. И сейчас я все время стараюсь, у нас мы все время в диалоге, мы очень много разговариваем. Я себя, если раньше я могла отмахнуть, сказать, я устала, давай потом поговорим. Потом я вдруг осознала, что потом может не случиться. У него сейчас возникло желание. то сейчас нет, в каком бы состоянии ни была, он мне может постучать, я сижу на унитазе в туалете, я говорю, да, я слушаю тебя, да, хорошо. Мы даже так разговариваем иногда. И я все время подчеркиваю его нужность. Я все время подчеркиваю, что вот если тебя не было, я бы не справилась. Что очень важно, что ты у меня есть, что вот ты, ему как мужчине нужно ощущать силу свою, что он может чуть больше, чем вот эти все слабые пищалки вокруг. Что он обладает какими-то знаниями, которыми я не обладаю. Как хорошо, что ты мне подсказал и так далее. И это такой обмен получается какой-то невероятный. Он так, он крепнет, это прямо видно. Поэтому с девочками по-другому. С девочками все время должно быть такое, что я тебя понимаю. У меня было так же. С девочками, с девочками история, что мы с тобой подружки, почти проходит. Не всегда, все равно надо вот этот вот зазор, дистанцию. Но с моей-то точно, что все-таки я немножко над. У меня чуть больше. Не всегда проходит, с ней вообще все какие-то авторитарные штучки разбиваются о стену мгновенно. Но тем не менее, там они более самостоятельные. Мы более самостоятельные. Я это понимаю абсолютно. Мужчины зависимы. Они страдают от своей зависимости. И их очень важно как бы все время, ну, их все время надо окучивать. Знаете, как делятся, все время говорить. Нет, нет. Я много об этом думала, но как хорошо, что принял решение. Это не обман, это не игра, ничего подобного. Потому что в этот момент как раз таки то, чего мы хотим, боимся, мы становимся слабыми. Мы же хотим быть слабыми. Женщины? Конечно. У них ни одна даже самая заядлая феминистка мне не докажет, что она не хочет быть слабой. Не хочет быть слабой. Вот лежать и говорить, господи, я такая вся внезапная. Это все, это, боже мой, сделайте. Я не могу поднять руку, ногу. Милый, спасибо, что ты принес, что ты сделала. Конечно, это, ну, мы так устроены. Мы параллельно скажем, да, только поставь сюда. Нет, нет, пожалуйста, на подставочку, пожалуйста, подуй, да, хорошо, не делай этого. Сядь, успокойся, так, отвернусь, да, молодец, понимаешь? Но при этом мы такие, мы очень любим в это играть. Вот когда мы мужчину, подчеркиваем его силу, мы тоже слабеем. Слабеем очень по-хорошему, этого не надо бояться. Мы все так этого боимся. Я этого всегда боялась. Я боюсь, я не представляю. Как это я скажу, что ты можешь? хотя, с другой стороны, я понимаю, что иногда, когда я начинаю играть там, даже, даже когда полицейские остановились, немножко вот в этом все. И в этом есть какой-то свой кайф. Казаться слабее, вдруг сдаться. Есть, но почему-то внутри я боюсь этого состояния. Я не хочу. То есть я понимаю, что мне нельзя типа расслабляться. Это неправильно. Вот это неправильно абсолютно. Расслабляться надо. А отпускать вожжи надо. Передавать. Подержите вожжи, я подпудрю носик. Надо. Какой бы сильной ты ни была. Я конь. Я даже не лошадь. Я долго думала, что я лошадь. Потом возникла ситуация, я поняла, что я абсолютный конь. Но я при этом, когда я вспоминаю, что я девочка, что в общем-то Бог меня создал другой. И когда мне удается как-то себя вот в этом вряд ли креслице, но на этой табуреточке расположиться. Боже мой, как я отдыхаю от самой себя, от этих всех трудностей. Я забываю, я улетаю. У меня, например, есть один друг. Он абсолютно упакован во всех смыслах. Всегда. Он родился в такой семье, когда он не знал в беду, он проживает, он так свою жизнь обустроил, что он созерцает прекрасно, он путешествует, он не опускается до каких-то там проблем, он абсолютно не лезет в политику и так далее, и так далее. И когда я с ним иногда встречаюсь, то он мой такой психотерапевт, я его называю. Потому что что бы у меня ни происходило, мы с ним встречаемся, он мне рассказывает. Знаешь, я была в Японии, и вот я была там в храме, что-то рассказывает. А ты сидишь параллельно, первые минут сорок, ты сидишь и думаешь, господи, у меня в кармане двадцать рублей. Завтра надо оплатить там что-то, ну там, дать там репетитору, а это значит оплатить вот это за свет, так, а, вот это сделать. Что, первый срок минут ты его несла, а потом ты как-то так в него погружаешься, и тебя истечили, что ты с ним вместе в Японии была. У тебя нет этих проблем. Ты выходишь, приходишь домой, и тебе что-то там говорит, завтра, все завтра. Сегодня я в Японии. Я была в таком храме. У меня так все хорошо, ребята. Я так, я все время этого человека берегу для себя, потому что я все время говорю, нам надо встретиться. Расскажи, где буду. Да, да, он говорит, у тебя все плохо, я говорю, не важно, как у меня, я хочу, чтобы у меня все было хорошо. Расскажи лучше, как у тебя. Да, да, да. И папа Игорь. И я вот с ним там два часа, там три, вот мы с ним общаемся. А вы друзья? Да. Но он мужского пола? Да, да, да. А вы верите в мужскую женскую дружбу? Ну, не плевать. Я дружу. А что там у него? Это его личные проблемы. Я верю, я верю в себя. Я верю в себя в дружу. Более того, у меня есть некоторый такой принцип. Ну-ка. Я не сплю с теми, с кем дружу. Или хочу дружить. Вот, у меня были ситуации, когда, ну, там, человек, мы там, допустим, работаем вместе, я преисполнена восхищением. У меня есть несколько мужчин, которым я восхищаюсь невероятно. А можете хоть одного назвать? Да не надо. Я вот, я восхищаюсь им. Потом я понимаю, что что-то, ну, я же человек чувствительный к вибрациям, и я понимаю, что он, он тоже мной восхищается. Но он уже восхищается чуть-чуть по-другому. Да. А потом он уже, на самом деле, практически мне это транслирует и вообще начинает ухаживать. И я понимаю, что, ну, степень моего восхищения такова, что почему нет? Мне так нравится сохранить его надолго, так хочется. Мне так хочется от него питаться вот этими, вот этими, моими восторгами. Вот его, его такой вот, какой-то вот, он такой весь небожитель для меня. И вот я так хочу, чтобы вот так это осталось на долгие годы. Я говорю, нет. почему? Потому что я хочу с тобой дружить. Меня крутят у виска. Вот я говорю, потому что я хочу. Я сохраняла так отношения, у меня есть пару друзей, которые мы вот эту стадию перешагнули, потому что я говорю, я очень хочу, чтобы ты был моим другом. А я с тобой сейчас у нас случится, роман, он может закончиться как угодно. И скорее всего он, потому что он возник немножко на другой почве. Вот. И все. А еще, не дай бог, если у нас будут какие-то взаимные претензии, то вообще гарантируется. Не хочу так. Ты останешься у меня. Вот ты будешь думать, друг. У меня есть такие пара назначенных друзей. Я очень счастлива. А нет, такое же на всякий случай, если что. Нет. Нет, 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 не надо. Не надо. Зачем? Нет, не надо. Сколько угодно. вокруг ходит? Зачем? У меня есть один лучший друг. Его зовут Макс. Макс, привет. Макс Макагон. Мы с ним дружим со школы. Ну вот у меня к нему какая-то такая любовь, наверное, чуть выше, чем... Ну то есть я очень люблю этого человека и не хочу там на него замуж, ничего, но вот я его очень люблю и он должен быть в моей жизни. Ну и у него прекрасная жена Таня, то есть и мы с ней тоже дружим и знакомы. Ну то есть, наверное, это возможно. Когда это такая вот две души любят друг друга как люди. Женщины же всегда нет-нет, флиртуют. Постоянные ты. Если она женщина, она обязана это делать все время. А вот как вы думаете, когда в браке? Насколько надо подавлять в себе этот флирт или не надо? По отношению к кому-то другим? Да, вот если у тебя есть муж, а ты такая флиртушка. Ну тут вопрос степени, да? Вопрос, как это выражается. Ну слушайте, у меня такая природа. Если я вижу что-то, нечто привлекательное, я ничего с собой поделать не могу. Меня тоже. Я все равно хлеба. Ну как? Но это не значит, что у меня далеко идущие планы. Нет, нет, нет. Я его сейчас вот сразу его вижу где-то там, боже упаси. Ну мне он... Просто пострелять. Вообще, мне кажется, что у меня был период, особенно почему-то я так себе решила, что надо как-то скрывать свои чувства. Надо, чтобы никто не знал, что ты на самом деле. Это как ерунда. Потому что если тебе нравится человек, надо говорить, ты мне нравишься, родной, ты прекрасен. Пожалуйста, будь таким. Вообще, если хочешь сказать ему спасибо, что ты есть, и ты хочешь что-то делать три ночи, переживет, звонит три ночи и говори, ты мне нравишься, ты кайфовый. Ну все, парочка людей ждите сегодня мои звоночки в три часа ночи. Потому что, ну мне, например, мне в этот момент это очень многое дает. Я тут расскажу. Когда, господи, сейчас мы опять к этому возвращаемся, но тем не менее, вот этот вот развод, вот этот ад начался, вот тут мы сбежали, вот тут вот процессы, вот тут это, я его панически боялась, прям панически. У меня это было вот прям совсем... Человека этого, да? Да, страшно. Ну прям страшно боялась. Я могла выйти из подъезда, увидеть его и просто начать задыхаться. У меня поднималась температура, я хваталась за машину. Ну то есть, ну это было реально так. И в какой-то момент я вдруг поняла, что он у меня в голове стал каким-то огромным, с какими-то сверхспособностями. То есть я какая-то маленькая, я просто сижу вот в уголке и жду, когда он меня сейчас вот прям пожрет. Тем более, что начало пути вот этого всего судебного, собственно, он на пустом месте выиграл суд, потом второй какой-то. Ну то есть это сейчас уже немножко ситуация. Повернулась. А что ему надо? Спасибо, Господи. Он кайфует. Он просто кайфует. Он просто кайфует. Но он уже забрать хочет? Отбратиться. Он уже ничего не хочет. Он просто хочет встретиться в суде. Он хочет, как он сказал, я хочу организовать вам, Елена Юрьевна, круги ада и смотреть, как вы их преодолеваете. Вот, собственно, чего он хочет. Своего рода извращения. Да. Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Так вот, я к чему? К тому, что в какой-то момент я понимаю, что, ну сколько это может так продолжаться? Небоскреба, небоскреба, а я маленький такой, то есть, получается, что я уже, он ничего не делает, а я сама себя уже, я ему помогаю себя уничтожать. И тогда меня Бог сел с одной дамой, психолог, не психолог, она мне говорит, Лена, возьмите тетрадь. И каждый день, на протяжении достаточно долгого времени, например, пишите там имя, спасибо тебе, двоеточие. И каждый день, сейчас не помню, 20 или 40, ну даже если 20, 20 предложений, за что спасибо. Я говорю, я не смогу. Одному человеку? Да, одному человеку. Но только каждый раз старайтесь новые. И когда на следующий, каждый день, на протяжении определенного срока, на следующий день, когда будете писать, не заглядывайте в ту предыдущую страницу. Не надо это пользоваться как конспектом. Я говорю, да я даже в первый день, ну тогда, мне казалось, какой, за что спасибо, да он все. И дальше, мне было, конечно, поначалу было очень, а потом, я вдруг говорила, спасибо за то, что ты не сделал тогда вот этого. Или, что ты меня тогда просто не убил. Или, спасибо за то, что вот у нас такая дочь. Или, спасибо, что ты позволил мне с ней остаться наедине. Или, спасибо за то, что вот тогда, так вот. Ну вот именно. То есть нашлось масса спасений. Оказывается. И по мере, вот я вдруг начала понимать, что где-то там день, день на там седьмой, восьмой, я это делаю легко. И он у меня такой, он сидит как будто напротив. Нормальный человек. Я вдруг стала осознавать, что он с такими же страхами. Что ему, он так же, простите, пардон, ходит в туалет. У него так же болит голова, когда мы, я вспомнила, что он так же метеозависим, да, что, в принципе, у него не так много времени, как мне казалось, думать о нем, что он думает все время только о том, как меня уничтожить. Вот. Да нет, не 24 часа в сутки, в принципе. Всего 15. Да, да, да. Я могу, в принципе, от этого, от этой энергии отдохнуть и так далее. И я стала сильнее, я успокоилась, я вдруг осознала, что у меня гораздо больше свободного времени, я не думаю теперь об этом 24 часа в сутки. Я даже помню, что в какой-то момент я приехала на заседание и на вопрос, там, подсудимая, встаньте, я не сделала так, как, а, что, я, а, да, как, как фамилия, а, ну, мне было такое поначалу, я заваливалась, я теряла сознание, и все время адвокат говорил, Лен, 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 пожалуйста, стойте, а то судья подумает, что вы не уважаете суд. Я говорю, да я, у меня к нему прилипал язык, я вообще не понимала, мне кажется, это нереально, сейчас проснусь, дайте мне в челюсть, я проснусь, и все будет по-другому. Дорогие мои мужчины, все, ну, все, кого я помню, спасибо, спасибо, что вы были, спасибо, что вы есть, спасибо тем, кто после себя оставил мне моих потрясающих детей, мой опыт, мою красоту и внешнюю, и внутреннюю, и спасибо, что вы были, ну, что вы были. Спасибо, а я пошла дальше. А я, знаете, что хотела спросить, поговорить с вами вот про этот путь вот женщины, да, то есть получается же, что мы не просто так, наверное, притягиваем к себе таких мужчин? Ну, наверное, да, вы не думали на это? Я думала, мне очень много там пишут, у нас, знаете, очень много же советчиков в стране, да, ого, я знаю, да, и вот мне там пишут, вот вы жертву, вот вы, потому что вот ваша мама, и вот вы, вот вы вот несете, вам надо снять кармическую, там, бля-бля, вот это, я согласна. у меня такая же семья была, ну, то есть в детстве у меня была такая же ситуация, и я понимаю, что и у вас получается в детстве, да, то есть вы, наверное, не зря таких людей тянем к себе? наверное, наверное, на Е, я вот, например, могу сказать, что где-то, не зря же говорят, не разводитесь вы, потом выйдете замуж за такого же, только хуже. Нет! Куда еще хуже? Хуже не имеется в виду, ну, в принципе, то же самое будет. Вот сейчас анализирую, мужчин, с которыми, ну, там, я связывала, там, надолго, они в чем-то похожи, конечно. То есть вы все равно искали подобного типа? Я все время мне казалось, что я понимала, что со слабым человеком я жить не могу, я его подавлю. Просто своим существованием, просто своей энергией, которая во мне есть, да, я все-таки такая моща, да. Как мне нравится, когда вы просили оговорить, я мощь, я богиня, я очень веселая, надо учиться. Да, ну, я понимаю это, и сейчас я вас уже оборачиваю назад, это все так и есть. С одной стороны, потому что я понимаю, что если он будет слабый, я его быстро под себя подам, но он быстро мне станет скучным. Вы все равно разведетесь? Только уже по вашемуему. Я понимаю, что я не терплю болоться. Болоться? Это что? Ну, когда все налажено, все отложено, все хорошо. Что скучно, Все, да, что когда человек приходит, и в дом он сразу засыпает, что животные забыли, как мяукать и лаять, потому что все у них хорошо. Это не значит, что надо всех вздрючивать, да? Ну, что-то должно быть. Мне все время хочется от отношений все время какой-то неожиданности, все время каких-то... Драйва, да. Ну, это, конечно, не значит, что мы должны пинать друг друга ежедневно, но тем не менее, да. Раз в неделю. Да, 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 это должно быть. Иногда каким-то парам нужно обязательно изменять, для того, чтобы почувствовать какой-то вот... Левак укрепляет брак, как говорил один мужчина. Да, ну, что-то... Ну, да. Лучше себя нас никто не знает, лучше, чем мы сами. Никто. Поэтому, если мне больно, я должна говорить, мне больно. Если меня что-то задело, я должна говорить, меня это задело, мне дискомфортно. Не надо вот так мне отвечать, или не надо на меня так смотреть. Потому что, что я чувствую в этом? Просто потрудитесь один раз, сядьте и поймите. Особенно, если вы чувствуете, что, когда вы закрываете дверь за человеком, у вас, например, нет сил. Почему? Ну, просто потрудитесь пять минут. Все получится, я уверена. У женщин, вообще, страх, а почему-то страх остаться одной. Какая-то глупость абсолютная. Что, я не смогу без него, я не осилию, я не это... Я помню, я боялась, что я тебе не смогу заработать денег. Так что, нормальный страх. А потом... Оказалось, что это полный бред. Я об этом подумала в тот момент, потом я поняла, когда через какое-то время я осознала, что все эти годы, на самом деле, я и содержала. Но почему-то я подумала, что, ну, если бы его не было, может быть, он был по-другому. Может быть, он мой стимул, я не знаю. Ну, вот какой-то, я говорю, такая глупость, страхи. Мы вообще, нами, мы ведомы страхами. Все главные ошибки, то, о чем я рассказала в начале, это тоже страх. Это страх. Есть ли у вас какие-то страхи сейчас? Конечно. Какие? Конечно. Их еще больше. Да и стало больше, да. И, конечно, есть. Не, ну, больше, самый большой страх это за детей. А чего вы боитесь, что они что? У них же все хорошо. Но я боюсь умереть раньше, чем надо. У меня почему-то бабушка, кстати, боялась. И, знаете, прожила очень долго. Потому что я понимаю, что мне нельзя умирать, а мне нуждаются. Детки, да? Дети, да. Я очень боюсь этого. Прям очень почему-то в последнее время, видимо, вот это, по-моему, вся эта ситуация у нас в стране и в мире. Я боюсь что-то начинать новое. Хотя у меня есть какие-то... В бизнесе, в делах или в отношениях? Да, в делах. В делах. Да и в отношениях, собственно, тоже. Но в делах в большей степени. То есть, например, я много лет делаю какие-то вещи дизайнерские. И мне все говорят, ну, давай, давай. Мне 10 лет уговаривали сделать выставку. Она так и не случилась уже. Не от меня это зависит. Сейчас делай какие-то вещи на заказ. Ты это умеешь. А мне все время кажется, что, да нет, ну, там такие профессионалы. А чего я туда попрусь? Потом мне там говорят, ты же пишешь, ты очень хорошо пишешь. Почему ты не пишешь книгу? Говорят мне уже несколько лет там подруги не только, ну, большую часть я пишу в стол, и это вообще никто не читает. Но тем не менее. Вдруг мне звонят из издательства и говорят, Лен, мы хотим, чтобы написали книгу. И с одной стороны, ты думаешь, ты же об этом думал. Ты ведь об этом, в принципе, притягивал эту мысль. Это мысль притягивает, потому что ты кайфуешь в тот момент, когда пишешь. И вот тебе предлагают, и ты говоришь, да не, ну что вы. Ну, какая я писательница. И у меня такого много было. Я слышала, что вы любите украшать елки, что вы делаете елочные игрушки. Это правда? Ну, значит, я там прям делаю елочные игрушки. Я их придумываю и просто эксплуатирую труд родственников, друзей. А в смысле? Вы заставляете их делать игрушки? Да, я придумываю их, могу сделать сама одну, допустим, потом сказать, мне это становится быстро скучно. Я говорю, но мне надо восемь. И мне честно, у меня мама художница, она делает такое, она, боже мой, я могу такое нафантазировать. Она так на меня все время смотрит, говорит, у нее тембр очень похож, только еще один же, говорит, издеваешься, да? Почему? Ну, потому что я придумываю иногда очень странные вещи. Или я помогу в подростковом будущем, говорю, мама, у меня завтра мероприятие, я хочу такую юбку, можешь связать? За ночь? Я говорю, ну да. Утро у меня лежала юбка. Серьезно? Какой парень. Да, она, конечно, вообще в этом смысле уникальная, мама у меня. Я не такая, но я креативный продюсер. У меня дом весь в елках, сейчас уже. Уже в елках? Да. Значит, у меня коллекция елочных игрушек, которые, я думала, что у меня около 10 тысяч. Нет, их оказалось больше, потому что моя подруга взялась их подсчитать. Она сказала, боже, я понимала. Где вы их храните? Вот, они везде. Мы спим на елках, мы единая игрушка. Это смешно. Я приехала, паршивец, пес съел стеклянный шар, и он сдохнет, нет, скачет, прыгает, нормально переварилась. Не знаю, но я наряжаю елки. То есть, в какой-то момент, я поняла, что Новый год всегда был самым любимым праздником. Мне казалось, мне нравится. Какая скучота, каждый год одна и те же елка, одни и те же игрушки. Ну, просто какой-то ужас. Во всем мы ждем чудес, во всем мы ждем обновления, а елку эту пыльную достали. У меня есть один знакомый, но ее вообще не убирает. Она у нее стоит круглый год. Он говорит, что-то смешно. Он говорит, так экзотически покрывается пылью, как будто такая старина. Как будто снег. Да, как будто снег. Один купил живую в катке. Вот он мне наряжает. Ну, в общем, неважно. И я стала придумывать наряды для елок. Наряды. То есть, я прям придумываю. Вот у меня, например, елка есть там морское дно. У меня там обитатели, у меня там. То есть, я это собираю. Я могу собирать елку 15 лет, 20 лет, 18 лет, 13, 7, 6. И потом в какой-то момент я ставлю в доме 15 елок. Какой бы большой квартир у меня ни была, ходить негде, жить негде. 15 елок в доме. Елки есть везде. В доме. В туалетах. Вот у меня в доме кульсральный, у меня 5 туалетов на 4 комнаты. Но даже в каждом туалете, в ванной, там везде стоит елочка, везде какая-то гирлянда, везде, а тут арка, тут еще что-то. У вас круглый год, новый год, сумасшествие. Ну, не круглый год. Я вот в прошлом году Максу Витаргану нарядила елку. Он мне ее только в августе вернул. А ее надо возвращать? Ну, я ему просто ставила, как бы, вот я говорю, я все время говорю, давайте ему лучше каждый год новый год наряжать. Я поставила Олю Меденович, а она ее отменили, я в июне приехала, ее разряжала. Звонит Саша Роба, говорит, что вы делаете? Он говорит, Ленокс на фонду приехала, елку разряжает. Говорит, так снимай, выставляй, это ж такой маразм, пусть все порадуются, правда, в июне месяце мы разряжали елку. Это правда. И, в общем, в какой-то момент королевство стало тесновато, развернуться негде, друзья, друзья, мне тут еще пандемия, работы нет, ничего нет. И мне говорят, ты можешь заработать на этом? Ну да. И я подумала, ну а почему нет? Но проблема в том, что в прошлом году через одну из галерей я продала елку. И это была страшная трагедия. С одной стороны, я радовалась, и причем продала ее с довольно большие деньги. А с другой стороны, я помню, как я приехала в этот дом, я привезла у нее елку. А вот это вопрос. А эти игрушки же с них снимаются, да? Или вы их так надеваете на елку? Нет, снимаются, конечно, снимаются. Я привезла свою елку, очень красивую елку. Искусственную, да? Только искусственную, да. Поставила, я ее нарядила, рассказала все. Они подробно снимали видео, как наряжать, куда вешать эти игрушки. Все рассказала, поставила им эти коробочки, крючки, пакетики, в которых хранить. Все. Сказала спасибо, вышла, села на лестнице, рыдала полчаса. Из-за елки? Что я бы, да. Как? Я как вдруг представила, что я ее собирала, там, лет восемь, наверное, эту елку. Вот эту балеринку, эту шишку, вот это все. И поэтому, конечно, с одной стороны, да, я продаю елки. Я могу их продать. Я куплю у вас. Дорого? Дорого. Ну, поговорим. Вот. А с другой стороны, мне нравится аренда елок. Я приезжаю в дом. Это, во-первых, дешевле. Во-вторых, вы понимаете, вот вам не надо, вот ставится елка, это как чудо. Наряжается игрушками. Потом так же она у вас исчезает. Следующий год новая. А куда вы их деваете? Я же говорю, я в них живу. Реально у вас вот... Ну, я сняла какое-то небольшое помещение. А, то есть у вас уже все-таки переехала из дома в часть елок. Но, в принципе, игрушки дома, их надо все видеть. Ну, вот мы сейчас вытащили, и моя дуря говорит, ну, боже мой, петь на полгода какой-то кошмарно, потому что, да, действительно, вот этот стол не занимать. Вот тут вот не занимать. Они все перешагивают через них. У меня сейчас даже появился заказ вот в одном доме. Потом мне сказали, а не хотите нарядить у нас еще и в загородном доме? Я вот сейчас придумаю мне творческий процесс. Это безумно интересно. Ну, это вообще... Я первый раз слышу такое, чтобы человек 8 лет собирал елку. 8-15, да. 15 лет! То есть это вот как живет в вашей голове? Вы увидели какую-то игрушечку? Ну, я представила, я сразу увидела, да, и потом я понимаю, что с этой будет сочетаться это, вот у меня там, а вот это... Ну, я везде, везде, где бы я ни находилась, если есть возможность поехать, например, в какой-то монастырь, где делаю часто игрушки, или в какую-то мануфактуру. Я приезжаю, например, в Мадрид, говорю, где у вас в Мадриде есть кукольники или кто-то это? Ну, не знаю, вот если я приезжаю, там пара, муж и жена делают куколы. Я говорю, наверняка шалите иногда елочными игрушками. Она говорит, откуда знаете? Я говорю, знаю, вы все к этому приходите. Они мне показывают, я у них забираю. А мне очень нравится нота, на которой мы закончили. Давайте, может быть, второй раз уж мы про елки, про Новый год. Может быть, какое-то пожелание девушкам, женщинам, мужчинам, всем, кто в браке или не в браке. Вот какое-то такое срезюмированное общее пожелание на Новый год. Если бы я знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорят. Мне кажется, что испытания нам даются для того, чтобы их преодолевать, а не для того, чтобы от них отказываться и трудности какие-то. Ситуации бывают разные. Конечно. И нельзя все под одно клише. Но, тем не менее, иногда терпимость, терпение, способность преодолевать очень щедро вознаграждается Богом. И очень часто... Это как с детьми. Вот моя, например, дочь, у нее определенные способности к музыке. Когда она родилась, сначала вылезли пальцы длинные, такие какие-то инопланетянские. Она занимается, она очень хорошо играет, она очень музыкальна. Но у нас каждый раз вся клавиатура в слезах. Почему? Потому что она говорит, что музыка – это не мое. Как любой творческий человек. Но когда у нее получается, она ликует, она всем звонит, послушайте, как я играю, и так далее, снимает эти ролики. И потом, я помню в прошлом году, я говорю, хорошо, если ты вот в конце года совсем размятнешь, мы бросим. И я все-таки настояла, чтобы мы продолжили. Она мне недавно говорит, как хорошо, что ты настояла. Иногда надо не идти на поводу 7-минутных собственных ощущений, обид и так далее. Иногда надо уметь в себе что-то признать. Не подавить, признать. Знаете, когда предупрежден, вооружен. Не надо ничего подавлять. Надо понимать, что вот ты такой же, как есть. И второй человек рядом тоже, он такой, какой он есть. И это ты только должен подавить. Ты сможешь вот с этим багажом, со всем его дерьмецом, плюсами, минусами. Способен? Не способен? Если ты не смог вначале это все осознать и принять, это твои проблемы. Не надо его винить. Он такой, какой он есть. И чем дальше, тем больше, тем хуже, я с вами говорю. Я могу становиться только хуже, лучше нет. Уже все, прошли те времена. Принимайте меня такой, какая есть. Да нет, что можно пожелать? Можно пожелать только верить себе, любить и хотеть любить. Хотеть. Все. Любовь убивающей не бывает. Я в этом абсолютно убеждена. Убивает другое. Спасибо вам. Спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо огромное. Как всегда, в моем интервью я в восторге. Ощущение какого-то полета. И если честно, из-за того, что мы говорили про елочные игрушки, у меня пришло какое-то ощущение Нового года. Я поняла, что Елена, она как Санта-Клаус, Дед Мороз, только в женском обличье. Представляете, у нее действительно дома мастерская елочных, вообще игрушек, елок. Это так круто. Мне почему-то больше всего вот это впечатлило. Не знаю почему. И у меня реально ощущение вот сейчас мандаринки почистить и ждать Новый год.